В Чувашии из-за дождей приостановилась уборка урожая. Сейчас скошено почти 160 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это 58% от того, что было посеяно весной. В 13 районах республики приступили к сбору картофеля. Пока Яльчикский опережает остальные по нескольким показателям, но и там погода не дает быстро завершить работы. Во всех хозяйствах Яльчикского района идет уборка урожая. Параллельно там готовят почву для посева озимых. Перевыполнены планы по заготовке сена и сенажа. На сегодняшний день в хозяйствах района зерновые культуры обмолочено на площади чуть более 16 тысяч гектаров или около 80% к плану. Намолочено более 45 тысяч тонн зерна при средней урожайности чуть более 28 центнеров с одного гектара. В 16 хозяйствах района завершили уборку зерновых культур. В хозяйстве слава картофелю Яльчики скоро должна завершиться уборка зерновых. Все три амбара уже заполнены. Здесь же на готове стоит мощная картофелеуборочная техника. Второй хлеб войска Яльчики начали убирать еще неделю назад. Из-за жары работали в основном ночью. Сейчас в республику пришли дожди. Комбайнеры опять вынуждены простаивать в ожидании, когда земля подсохнет. Убрали на это время где-то около 500 тонн картофеля. Это в основном семенной картофель. Но в то же время по потребности убираем продовольственный картофель Red Scarlet. Около 150 гектаров у нас осталось убрать зерно. Вот когда только уберем, начнем работать на две семены. Red Scarlet, голландский, невский, в Чувашии даже выращивают сорт, из которого известные рестораны быстрого питания делают картошку фри. Он называется инноватор. Интересно, что образцовые хозяйства республики выращивают элитные сорта, которые закупают у Подмосковного института картофельного хозяйства имени Лорха. Пробережные растения, которые мы закупаем, мы первый год высаживаем в тоннели. В этих тоннелях получаем до 160 штук мини-клубней. Второй год мы высаживаем вот эти тепличные мини-клубни в открытый грунт. Получаем после мини-клубней первые полевые поколения. Второй год мы получаем супер-элиту. Третий год мы получаем супер-элиту. Четвертый год элиту элитной категории. И на стадии супер-элиты и элиты мы уже продаем. В этом году в АСК «Яльчики» посадили 250 гектаров картофеля. Чтобы его собрать, потребуется еще 3-4 недели сухой погоды. После чего перед аграриями стоит не менее важная задача – суметь сохранить овощи до весны, чтобы продать по более выгодной цене. Для этого в хранилище хозяйства оборудованы холодильные секции. Они способны вместить 1800 тонн овощей. По мере заполнения холодильников температуру воздуха в них будут понижать, доведя в итоге до плюс 3 по Цельсию. Это оптимальная температура для хранения картофеля. И несмотря на капризы природы, в этом году аграрии ожидают урожай не хуже прошлогоднего. В среднем с гектара собирают больше 30 тонн картофеля. Екатерина Храмкина, Алексей Янейкин, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.